В преддверии 175-летия со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева, нашего земляка, педагога-просветителя чувашского народа, на территории музейного комплекса «Симбирская чувашская школа», где родился чувашский алфавит, где долгие годы существовала чувашская школа, музей-заповедник Родина Ленина, начал второй этап восстановления усадьбы. Он предполагает реализацию проекта «Сад возрождения». Вот так случилось, что практически весь этот комплекс, который сегодня является ансамблем, дошел до нас практически полностью с охраной, за исключением огромного фруктового сада, который Иван Яковлевич Яковлев со своими учениками разбил на этой территории. И вот сегодня мы начинаем второй этап восстановления, возрождения этой усадьбы в ее историческом облике. Мы начинаем сажать сад. Интересным фактом поделились сотрудники музея. Оказывается, когда Иван Яковлевич покупал первые здания для своей школы и приобретал первый участок земли, сада здесь не было. По его воспоминаниям, было несколько вязов и груш. Сад был разбит позже силами воспитанников и преподавателей школы. В фондах музея-заповедника Родина Ленина сохранились планы комплекса, составленные в 1979 году Александром Коновым, который учился в этой школе с 1915 по 1919 годы. Это действительно уникальный документ. Вот если я его открываю, то можно увидеть, во-первых, это рукописные такие планы. Посмотрите, вот я сейчас вам покажу. Вот сделано все это с помощью, видите, с помощью обычной шариковой ручки. И вот я сейчас вам показываю ту самую территорию, где был обозначен, обозначено то место, где находился тот самый фруктовый сад. В архитектурный ансамбль бывшей школьной усадьбы входит не только здание самого музея, Симирско-Чувашская школа, квартира Яковлева, но и здание Ульяновского колледжа культуры и искусства, и бывшая домовая церковь, храм во имя сошествия Святого Духа на апостолов. Во время презентации проекта настоятель храма и иерей Владимир Маняков предложил начать большое дело возрождения сада с молитвы. Она прозвучала на двух языках – церковнославянском и чувашском. Инициативу Музея-Заповедника Родина Ленина по реализации проекта поддержал начальник УМВД России по Ульяновской области полковник Максим Петрушин. Директор Музея-Заповедника Котова Ренгенадина рассказал нам, как они занимаются поддержанием истории Симирско-Ульяновской земли, её восстановлением, возрождением и развитием. Их отношение к данному делу, оно заслуживает и пример для подражания, вдохновляет на добрые поступки. И мы не могли остаться в стороне от этой доброй акции возрождения сада Музея-Чувашской культуры. Центр профессиональной подготовки УМВД России по Ульяновской области совместно с Садовым центром Подсолнух предоставили саженцы фруктовых деревьев. В качестве дополнительного презента стала туя, которую сотрудники УМВД России по Ульяновской области посадили около музея. В разбивке сада также приняли участие Ульяновская областная Чувашская национально-культурная автономия, преподаватели, студенты и выпускники Ульяновского училища, техникума Олимпийского резерва, среди которых чемпионы Олимпийских игр и заслуженные мастера спорта, студенты Ульяновского колледжа культуры и искусства и автомеханического техникума УЛГУ. Всего было посажено около 30 фруктовых деревьев.